итак всем привет с вами ваш любимый пастор и как я уже обещал показать и рассказать про замену правильно выражаясь актуатора крышки концевика топливного бака поэтому здесь вот кстати вот это как раз та хрень которая говорил что я поцарапываю ключами проволокой потому что приходилось закрывать актуатор ключом так ладно сейчас нам теперь надо открыть дело что-то подобное приходилось делать проворачивать актуатор в вот здесь и тем самым ключом царапить борт ну ладно не столь важно значит вот она сама эта мандула которая называется актуатор вот она вот ее номер фотки выброс на фото файл рук вот она вот это защелкивающийся пимпа вот именно момент вот это вот то что она сама ведет штыречек внутри был сломан и она не вертелась она крутилась в разные стороны сейчас она не крутится а то пришлось удалить она вертелась в разные стороны как при закрытии приходилось и и не вот так вот использовать а проворачивать вот здесь ключом чтобы она вставала в это положение а потом уже закрывать короче вот это мандула спорт номер вы уже видели стоит на вот здесь крылья и никакого отношения к вот этой вот херне не имеет а все магазинщики продаваны и дилеры норовят напарить вот эту хуйню стоящего тут крылья отдельно вместе с вот этой вот выемкой с этой крышкой за 3 600 ну самое интересное никто не знает ее порт номера вот вот ну здесь италия написано видно не видно не помню солнце шпарит когда не надо шпарит внутри стоит самый обычный китайский моторчик разбирали вот ту старую смотрели сейчас мы будем снимать то есть если не ошибаюсь здесь долбанный т-20 до кручу но коробочку так теперь процедура съема вот эту штуку надо подцепить отверткой ну как вы поняли я нахожусь в полях здесь тепло солнечно почему просто захотелось мне приехать в полях было немного времени свободно то есть вот так вот нравится заводится вынимается это обратка так все вот значит смотрим как у нас стоит актуатор и не пойму нахуя его предлагать мне с этой крышкой за 3 600 вот он сломанную же же не пытался починить но безуспешно если он сидит на суперклее то что разбивать его пополам и показывать вам китайский моторчик внутри я думаю будет лишним но поверьте там именно китайский моторчик вот так что вот зачем вот эту штуку отдельную отдельно стоящую продавать за 3 600 комплекте с этим говном я не знаю мы не знаете вы в магазине своим долбанным порт номера ну так скажите мы не знаем храме крышка бензобака номер два так ну ладно здесь он соединяется а там у нас есть резиновая вот это штуковина герметизирующая соединение с кузовом я тоже надо аккуратненько достать ну естественно отключить его там внутри от бортовой сети как бы все бортовой сети он отключается боюсь даже не покажу вам где ну в крыле есть такая резиновая лопуховина через нее вот проводок подходит к разъему то есть не промажете он тут один теперь снимаем обычным же не все ну как вот эти он можно сломать так что аккуратно вот он мой старый актуатор который сломался год назад поменять его решил только потому то что я задолбался закручивать эту пимпу так куда нам это дело значит и теперь новый актуатор мы вставляем сначала вставляем провод в дырку наверху вытягиваю на радио тут близко и чего-то не поймаешь надеваем эту резиновую манжету кузовное технологическое отверстие внимательно и аккуратно чтобы она защелкнуть хорошо пропустим между своими пазами кузов иначе вода туда будет литься безбожно вот блин что-то не получается мне ее куда затолкать толкаю, толкаю она, блин, не заталкивается ладно так ну как гречку перебирать пальцами чтобы все четко легло в пазы фотографию я думаю делать его не надо и так понятно что это за ерунда как она выглядит и как она работает когда машину поставить на сигнализацию вот мы сейчас ставим машину на сигнализацию вот эта штука я же ее забыл подключить дико извиняюсь я забыл ее подключить сейчас я ее подключу естественно при включении паз не забываем в разъем точнее не забываем что есть регулирующие пазы направляющие не ломаем разъемчик аккуратно внимательно смотрим так вот значит мы закрываем крышку бензобака ну условно и закрываем сигнализацию вот все видели да он подхватился то есть вот все нажимаем на него он никак не реагирует все он закрыт открываем машину все вот он открыт и когда мы ее закрываем он опять же таки блокируется но только в открытом состоянии и вот я объясню как я его сломал я подъехал к дому и обнаружил что вот эта крышечка была чуть приоткрыта но уже только после того когда поставил машину на охрану соответственно я не знал что вот эта ебала сделанная из стекла была уже вот видите да ну замкнута и нажал на крышку посильнее а была зима был мороз там что-то хрустнуло и закрылось но я не обратил внимания и только следующее внимание она к себе привлекла на очередной заправке когда я не мог ее открыть вот пришлось танцевать с этими ключами вокруг и выкручивать его вручную вот и все так что будьте внимательны с этой мандулой потому что она вот сделана внутри из стекла вот блябаного из стекла там вот здесь на пластмассовом направляющем стоит вот этот пластмассовый штырь и такой тоненький толщиной не знаю блин со спичку штырек который вот здесь по пазу смазанному белой такой смазкой ездит вот естественно желательно крышку вот тут вместе контакта с этим ебаным штырем актуатора держать постоянно про силиконе ну и вот тут вот тоже заливать силиконом здесь что-то налит ну не знаю я налью сейчас силиконом туда ну сейчас она открылась так что понятно да когда у вас машина закрыта вот это у вас тоже закрыта не пытайтесь открыть потому что сломаете и когда у вас открыта фу открыта при открыта крышка но машина на охране не пытайтесь ее силой закрыть потому что сломаете эту ебану стоит она 993 рубля Сейчас я даже покажу Бумажку из магазина По магазину она называется Моторчик Вот ее Партнамбер или Вин Вот сколько стоит Понятно, да? Так что так Сейчас мы его ставим, закрываем, закрепляем И смотрим как он работает Я на форуме писал, что Он отстреливает крышку, но немножко я наебался Ничего он не отстреливает Я думаю, за это меня анафеме Не предадут О, чей-то он Замкнул А если закрыть? А если открыть? О, сука, заглючил Вроде ничего не нажимал Вот они вот так вот Вот такая вот эта Нужная в кавычках хуйня Что уже она не работает А вот, отстегнулась О, то есть вот Несколько раз ее вкалыкал И она отстегнулась Ну, блеск, а? Такое ощущение, что китайцы изобретают А не немцы Вот, ну и теперь мы, естественно, ее Устанавливаем в паз Вот так вот Как она и была Вот так вот Защелкиваем Смотрим, чтобы проводочек вот тут вот был Не натянут Вытягиваем его чуть-чуть через этот Кофр его иный Через этот манжет ограничительный И обязательно Изнутри салона потом Затыкаем такую же Ну, не такую же, там немножко другая Но там есть пробка такая Ее тоже обязательно затыкаем Чтобы там не было Сквозняков Ветра гулов И тому подобных вещей Вот Затыкаем обратно Я боюсь просто Даже при использовании фонаря Это можно попробовать При использовании фонаря Показать Где это Проводочек этот живет Вот Вон Резиновый Резиновый Вон Резиновая Пластина Или Как она там Вот оттуда Этот проводочек актуатора Идет вот в этот Черный разъем Вот Понятно, да? Так Сейчас мы значит Ее Будем надевать назад Эту крышку Все Кто-то стоит Кроводочек Мы равномерно Распределили Пространстве Под крылом И теперь Назад Одеваем Облицовку Этой крыловиной Вот Все Как бы Надо протереть Чтоб песок не закрывать Да Перед монтажом Демонтажом Этой всей Мондулы Конечно Рекомендуется Вот это вот Пространство Прочистить Так Все Все стоит Теперь берем Обратно Сраный болт Закручиваем Как поняли Это закручиваться Будет уже в актуатор Сам непосредственно Болт Вот Закручиваем Болт Вот И получаем Чининговый Автомобиль С рабочей крышечкой Вот Сейчас это дело Промажу силиконом Дабы Обеспечить ему Плавное Скольжение И надлежащую Работу При всех Температурно Погодных Условиях Вот Так что Если кто-то Вдруг Столкнется С этим Глюком Или геморроем Как говорится Не спешите Рубить С плеча Дабы не сломать Эту ебань И потом Не носиться В поисках И не искать Время и место Для Замены Вот Ну Я думаю Я уже Облегчил Вам Задачу Показав Стоимость Этой штуки Вот И Ее Порт Нембер Это Значит Покупалось В магазине Автодок В экзисте Она Дороже Намного Ну Как бы Ее оригинальная Упаковка Иди отсюда Блин Летает Мешает Кино снимать Вот Это Упаковка В оригинале Моден Итали Ну Уверяю вас Внутри Обычный Китайский Моторчик У них На внутреннем Складе На них Наменуется Моторчик Можете Видеть Адрес Магазина Ну Еще В данный момент Мы провели Анбоксинг Этого Актуатора Ну И примерно Вот так Он Выглядит Только Со штырьком Который У меня уже Показывал Вот Выглядит Сам Актуатор Тоже Тут Итали Внутри Китайский Моторчик Ну А здесь Просто Штырь Выдрали Потому Что Он После Попытки Ремонта Не Даже Не Защелкивался Ни Обо Что И Поэтому Удалили Ну А так Что Отсюда Отсюда Можно Его Разбить Сейчас Молотком Вытащить Этот самый Китайский Моторчик И Я думаю Вот В случае Перегара Моторчика Вы уже Знаете Как ее Доставать Эту Штуку Ну Разбирать Однозначно На излом Все Потому Что Эти Уфс Я Когда Разбирали Они Не Открывались Что То Где Подломить А Потом Заклеивать Тут Стоит Гидроизоляционная Прокладка Так Что На Эти Щели Не Обращаем Вот Ну Все Я думаю Я Как бы Заказал Теперь она не открывается Открываем Теперь она открывается Ну Я думаю На какое-то время Хватит А там Посмотрим Ну А теперь Теперь Могу 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 Могу